Орган был создан в этом году. Нынешнее заседание всего лишь третье по счёту, однако круг и острота вопросов растут, а сам совет наполняется новыми участниками. Так, сегодня в его состав были приняты представитель народного контроля в сфере ЖКХ Евгений Панков и депутат, председатель комиссии по экономике, собственности и ЖКХ Семён Ташев. Активистов в городе хорошо знают. Коммунальная сфера их конёк, а потому приглашение в совет стало вполне логичным шагом. И самый первый вопрос, который пришлось рассмотреть уже в расширенном составе, это согласование методики расчёта СОИ для многоквартирных домов. Министерство проанализировали все расчёты и сказали, что да, действительно, мы ведём расчёты верно. То есть в случае, если у нас МКТ оборудован общедомовым прибором учёта и в его состав входят счётчики горячей воды, именно горячей воды, то начисления производятся согласно показаниям прибора учёта. Если это два прибора учёта, то есть на обратном и поддающем трубопроводе, значит, мы берём как разницу. Если же отсутствует прибор учёта на горячую воду, значит, мы расчёт производим полномочивом. Тонкости и нюансы, конечно, остались. И они в основном связаны с конструктивными особенностями конкретного дома. Но всё решаемо. Общее понимание как со стороны ресурсников, так и потребителей горячей воды найдено. В долгой и эмоциональной дискуссии поставлена точка. Законодательно вопрос закрыт. Собственно, теперь разночтения ни у управляющих компаний, ни у ресурсников нет. Рекомендации стройнадзор выдал, что нужно сделать для того, чтобы уже точка стояла как окончательная, бесповоротная точка. Понимание одно, поэтому я думаю, что вопрос действительно закрыт. В ходе заседания члены совета углубились в вопрос перерасчётов за холодную горячую воду летом. К сожалению, в отсутствии циркуляции на тупиковых домах такое случается. Вода и правда остывает. Но не всегда ниже норматива. Нижняя граница по горячей воде 60 градусов на входе в дом. И очень важно искать пути решения этой летней проблемы. Да, есть план мероприятий. Это работа не одного года. Она и дорогостоящая, и технически сложная. Но мы идём по этому пути. И я думаю, что за определённый период мы придём к тому, что горячая вода будет горячей всегда на протяжении всего года. Проверка счётчиков горячего и холодного водоснабжения в квартирах теперь проходит и в вечернее время. Это была просьба управляющих компаний. Днём жильцов дома застать сложно. Ресурсники пошли навстречу коллегам. Уже на прошлом заседании озвучивалось, чтобы общество проводило проверки приборов учёта холодной и горячей воды в вечернее время. Мы пошли навстречу, поддержали этот вопрос, решили этот вопрос. На сегодняшний день, несколько дней в неделю, сотрудники общества ходят в вечернее время. При этом призываем жителей быть благосклонными, открывать двери, пускать, для того, чтобы начисления производились корректно, для того, чтобы избежать в дальнейшем каких-то перерасчётов, недопониманий и корректно вести учёт. В числе ключевых вопросов и благоустройства территории после ремонтов договорились об изменении подходов в этом вопросе. Работы должны проводиться интенсивнее и в кратчайшие сроки. В целом, по мнению собравшихся, созданный Совет потребителей уже показал свою эффективность. Да, вы верно заметили, что Совет потребителей, он прямо оживает. Во-первых, и встречи уже проходят более интенсивнее и напряжённее. Он увеличивается, добавились ещё представители общественности и ещё один депутат. Вопросы становятся более конкретными, более злободневными. Здесь это не просто, так сказать, орган такой коллегиальный, напоговорили. Нет, здесь действительно люди собираются, что приятно. Эксперты в области жилищно-коммунального хозяйства, ресурсного снабжения. Поэтому надеюсь, что будущее у данного органа есть. Михаил Симонов, Ефрем Буранов. Наши новости. Продолжение следует...